Вопросов нет, значит тогда мы начинаем Игорь спрашивает, она какой? А вот пока неизвестно Это вопрос открытый Окей, давайте тогда начнем Итак, наша тема сегодня звучит как Как и зачем стать частью интернета вещей И вообще мы сегодня поговорим о том, что это такое На таком более простом языке И посмотрим какие-то варианты и кейсы И опять же, как я уже говорил Классно будет, если вы расскажете, чем вы пользуетесь Пара слов о том, что мы проводим вебинары на этой площадке Благодаря фонду Focus Media, нашему партнеру Но по некоторым причинам, скорее всего, мы перейдем на другую платформу Как я уже сказал, поэтому в любом случае благодарим фонд И действительно это очень интересный и важный фонд Вы можете посмотреть, чем они занимаются Перейдя по ссылке В презентации многие ссылки, а также изображение клика Вы можете посмотреть, потом перейти на сайт Так, меня зовут Алексей Ницца Я являюсь, с одной стороны, ивент-редактором То есть это все, что касается мероприятий Анонсов мероприятий, да, там сторонних или наших То есть если у вас есть какие-то интересные мероприятия, которые вы проводите у себя в городе Либо в Москве И хотите, чтобы мы о них написали В частности, если это касается, конечно же, общественно важных проблем и технологий То это наша тема, поэтому вы можете писать мне И я с удовольствием размещу это на нашем сайте Также я являюсь То есть я делаю видеоуроки Это такие небольшие видео Которые рассказывают вам о том Как пользоваться самым онлайн-сервисом В основном это действительно онлайн-сервисы И это то, что работает в окне вашего браузера Вы можете спокойно, там, без установки пользоваться Можно, если проходит в другой стороне Ну, да, наверное, можно, если это контекст То нужный, в принципе, да, можно Да, и эти видео, они, в принципе, действительно не короткие Они достаточно такие емкие, да Я пытаюсь как-то сконцентрированно дать информацию И вы, в принципе, можете понять Интересен ли вам тот или иной ресурс, например, да И вы можете посмотреть, как его использовать в своей работе Возможно, это пригодится вам не только в работе Но и в каких-то личных проектах Соответственно, это, ну, просто сделает вашу работу более эффективной Как я всегда об этом говорил, да И сейчас уже, там, порядка 84 видеоуроков Скоро будет 100 Так что выбор есть большой И в основном это, конечно же, связано с такими темами Как технологии, эффективность, инфографика, визуализация данных Безопасность и многое другое И также есть плейлист на YouTube Записи наших вебинаров В том числе на YouTube Потому что я стараюсь записывать свой экран Только для того, чтобы было просто качество звука нормальное А через вебинар, в принципе, тоже есть запись интерактивная Но она не очень хорошая по звуку Поэтому вы также можете зайти посмотреть предыдущие вебинары Если не видели их Также можете посоветовать своим друзьям, знакомым А тема сегодня звучит как интернет вещей И такой вопрос первый А кто вообще, когда, ну, кто не слышал о том, что это такое Ну, то есть вот никогда вообще не слышал На слуху не было никогда Может быть, есть такие люди И даже интересно Потому что я об этой теме узнал, на самом деле, тоже недавно Буквально, наверное, ну, пару лет назад И это никак не связано с одеждой Сразу говорю, да То есть это не о том, как купить хорошо То есть все это от концепции The Internet of Things на английском языке Я буду именно употреблять выражение интернет вещей С большой буквы Так как в оригинале это тоже с большой буквы Поэтому будет звучать это так И сегодня мы поговорим о таких вещах, как Что же такое за концепция вообще Что она вся включает и для чего она нужна И как это связано вообще с использованием разных сенсоров, датчиков Что такое большие данные И как это связано И посмотрим то, что есть в настоящем И что нас ожидает в близком и далеком будущем Юлия пишет, да, правильные вещи Green, вы имеете в виду sustainable Или, ну, наверное, да А Марина пишет, в ЕС уже выделяют лет 10 на это миллионы евро Да, отлично Ну, кстати, вот в России я буквально Вот, готовясь к этому вебинару Читал материалы конференции интернет вещей Которые проходили в прошлом году И в этом году еще будет осень, по-моему И тенденции роста не только в мире, но и в России И постепенно-постепенно выделяются именно средства на развитие этой области Но нужно понимать, да, что это все-таки больше такой корпоративный сектор в России Поэтому это будет отдано определенным корпорациям Окей, ссылки будут, конечно Так, и первое, что я хочу сказать о том, что такое интернет вещей Обращаюсь к Википедии, скорее всего Потому что, ну, как бы, на самом деле определений очень много Одно из них звучит следующим образом Что, во-первых, от английского интернет вещей, да, в прямом смысле перевода И сокращенно еще обозначается это как IOT, да То есть, как первые буквы Либо на русском языке можно просто ИВ, да Если кто-то видел, может быть, тоже так обозначает И, по сути, это действительно что такое? Это концепция Это концепция вычислительности физических объектов В скобочках вещей То есть вопрос только сейчас стоит в следующем Что в будущем возможно это затронет не только физические объекты Вот, но в данном случае мы имеем в виду именно физические объекты Материальные Которые оснащены встроенными технологиями Для взаимодействия друг с другом и с внешней средой То есть, они в себе имеют что-то Что позволяет узнавать информацию об окружающем мире И связываться с друг с другом И через сеть и так далее То есть, это все, что касается именно, условно говоря, сети И это, по сути, подключенное устройство Можно так сказать Есть же, наверное, другие какие-то определения Но вот это более такое, наверное, простое По моему мнению, более понятное И, ну, вот эта картинка, в принципе, определяет понимание того Что это есть на самом деле, да То есть, сейчас уже становится понятно Что все окружающие нас вещи В том или ином роде Они могут быть подключены И могут быть связаны между собой Вопрос только зачем все это делается, да И вот мы как раз сегодня попытаемся ответить на этот вопрос И вопрос следующий Вообще, стоит ли нам, как людям, как пользователям Быть частью этого Конечно, у каждого есть выбор, да И кто-то может отказаться от этого Кто-то может идти с этим, как бы, в ногу со временем Но выбор, как бы, опять же, за вами И, в принципе, пока я рассказываю Может быть, если у кого-то есть негативное мнение об этом, да О влиянии вот такого поглощения, да Вот сети, технологий и так далее Также можете написать просто интересно ваше мнение Что еще нужно сказать об интернете вещей О том, что все физические объекты Которые включены вот в эту концепцию, да И подразумевают само понятие интернета вещей Оно в себя включает обязательно три элемента И какие же эти элементы Это физические компоненты обязательно Как мы уже говорили, да Что сейчас, в настоящее время Пока мы говорим только о физических вещах То есть это что-то механические, электрические части устройства Которые существуют в настоящее время Опять же, есть тенденция к развитию виртуальных таких штук Но это будет уже все-таки исследование виртуального мира Поэтому мы говорим больше все-таки о настоящем И будем говорить именно о физическом Группу людей, конечно, можно, да, соединить Ну, как бы вы, интересно, хотите соединить людей вместе Чтобы они знали об этом или чтобы не знали То есть это тоже вопрос такой хороший Хорошо, а я продолжаю дальше И второй пункт — это умные компоненты То есть это все, что включают в себя сенсоры, микропроцессоры, хранилища данных И во многих случаях это может быть операционная система И пользовательский интерфейс То есть, как вы понимаете, все наши сейчас смартфоны По сути представляют именно это У нас также сейчас появляются умные гаджеты Носимые устройства Мобильный телефон, понятно, да И именно там новые часы какие-то умные Браслеты и так далее Вот это все об этом И компоненты для связи То есть, помимо всего прочего Получая информацию из окружающего мира Да, вот эти все умные устройства Они каким-то образом должны передавать всю собранную информацию Куда-то еще или делиться с такими же устройствами Или с серверами, или еще с чем-то, да Поэтому необходимы обязательно компоненты связи Это различные порты, антенны, протоколы и так далее То есть то, что обеспечивает именно соединение Это может быть проводное соединение Беспроводное соединение С использованием разных технологий Wi-Fi и так далее И вот эти три основные компоненты По сути определяют вот именно Те объекты, которые входят в интернет вещей То есть, если вы там хотите понять Является ли вот данная там вещь Часть интернета вещей или нет Можно ли рассматривать или нет Вы просто можете такой чек-лист сделать С трех этих компонентов и посмотреть Надежда спрашивает по поводу Соединяю в профессиональное сообщество Чтобы делиться знаниями Я не очень понял Ну, в общем, ладно Людей можно соединять тоже С помощью устройств И начнем с некоторых примеров Кто знает вот компанию Nest Которая в России, по сути, сейчас не очень сильно развита Но очень сильно развита В Штатах и Викей Это все, что мы говорим о бубных домах И вот различные датчики Самые популярные у них продукты Связаны именно с датчиками температуры В том числе вот по сути Что из себя это представляет Это есть определенный датчик Который связан с вашим мобильным устройством И вы можете управлять, допустим, температурой в вашем доме удаленно И настолько это просто становится И как бы без затрат Что кажется, что это было всегда Но на самом деле нет То есть таким образом Если мы будем брать про умные дома Немножко поговорим То, как вы понимаете Что управлять можно всем чем угодно То есть это и температура Это и открытость дверей И блокировка Это и противопожарная система То есть это и телевидение, и радио Все-все-все-все-все И уже сейчас это все действительно работает И вы можете всем управлять С помощью мобильного устройства Причем удаленно И вы можете находиться в другой стране И где угодно вообще, да Главное, что вы будете подключены к интернету, например, да И таким образом вы можете спокойно управлять вашим домом При этом дом может управлять еще сам собой Что же еще это такое Естественно, что все мы сейчас имеем различные гаджеты Как я уже говорил, да И нельзя обойти стороной тему здравоохранения Поэтому сейчас уже владелец там последних Наверное, за последние пару лет Или тройку лет смартфоны Даже на андроиде и на iOS Они включают в себя По крайней мере, новую версию операционных систем Включают в себя программы По связи с носимыми устройствами То есть, если у вас есть какой-то гаджет Или какой-то браслет Вы можете просто отслеживать свое здоровье В том числе То есть, помимо просто отслеживания Например, там, сердцебиение Там и так далее Вы можете отслеживать это С точки зрения занятий спортом Ну, это, наверное, все знают, да То есть, там, самое известное Это Nike Plus Fuel и так далее То есть, это разные приложения Которые позволяют вам отслеживать Ту, как бы, активность Которую вы производите И таких устройств становится все больше и больше Так, сейчас я просто посмотрю Да, вот Также Есть просто другие какие-то вот Опять же Может быть, кто-то из вас носит браслет Это я такие браслеты не ношу, да Но в частности, они позволяют вам Исследовать, например, как минимум Количество шагов, которые вы проходите Также вас будет в определенную фазу сна, да И, ну, вообще отслеживает ваше, как бы, состояние Сердцебиение и так далее В принципе, это очень интересная штука И если подходить к этому вопросу Вот именно с точки зрения сбора данных и информации Да, это очень важно Нужно, опять же, понимать, что вот Концепция, да, позволяет именно Собирать данные об окружающей среде Не просто так, да А вот именно использовать их для последующих проектов То есть, как раз это вот теория больших данных Когда мы с помощью большого количества устройств Собираем определенного рода данные, да И потом их используем в различных проектах Вот эта тема, она действительно очень важна и сильна Поэтому даже вот сбор данных о своих пользователях С точки зрения вот даже сердцебиения Фасна и так далее Это может многое сказать о человеке А также о его, ну, просто его образе жизни Что говорить еще про медицинские, например Или какие-то касательно здравоохранения темы То есть очень много гаджетов Которые позволяют непосредственно исследовать Например, уровень сахара в крови постоянно, да Или еще что-то То есть, вам не нужно делать постоянно инъекции Или проверять это с помощью обычных существующих инструментов У вас же есть внедренный чип, который постоянно Нон-стоп, да, 24 часа в сутки измеряет ваш уровень И вы видите его, например, на экране вашего мобильного устройства И видите не только вы, например, и ваш лечащий врач В том числе То есть, таким образом Вот эти данные, они становятся очень полезными Они действительно уже сейчас могут спасать и спасают жизни людей Так, переходим дальше Ну, как бы с этими примерами, наверное, все понятно Вот, условно говоря, там, носимое устройство мы закрыли, да То есть, с этим понятно У всех, возможно, из вас кто-то пользовался Так что, ну, я думаю, что тема понятна Следующий вариант Это, например, когда мы внедряем что-то полезное Что-то обычное Например, вот я нашел такой принскрин проекта Который хотели запустить в Казани Я, честно говоря, не уверен, что он работает Но, тем не менее И эта тема связана с умными мусорками Вообще, эта тема очень интересна тем Что она решает действительно очень важные проблемы, да И, по сути, как бы это решается достаточно очень просто Просто создаются определенные типы контейнеры Либо в стандартные контейнеры вставляются датчики наполнения Как минимум, да Таким образом, те машины, которые собирают обычно мусор Они могут выстраивать свой маршрут В связи с тем, насколько заполнены на мусорке И, то есть, даже само приложение встроит эти маршруты И водителям совершенно не нужно об этом думать Таким образом, можно экономить, во-первых, бензин и время То есть, с помощью вот датчиков наполнения мусора Можно решать очень такие значимые проблемы И вопросы, которые в перспективе могут принести Или сэкономить достаточно большое количество денег Хотя, по сути, ничего не изменилось, да Мусор как есть, он и есть, он наполняется И вот таким образом можно сделать сбор более эффективным Название не помню, честно говоря Можно вот просто ввести в интернете Я просто, когда я гуглил, просто умные мусорки И вот я увидел этот принтскрин Ну, говорит так, как мне кажется, он не был запущен Отлично, вот И таких примеров, на самом деле, достаточно много И мне было очень радостно, что в России появились такие инициативы Но в мире действительно это уже рабочий инструмент Который позволяет, ну, как бы, решать такие вот простые задачи Такими простыми, ну, действительно очень классные штуки И, ладно, давайте перейдем дальше Да, я хотел сказать все вот о следующем Что, конечно же, технологии также важны С точки зрения того, каким образом эти данные собираются и передаются И вот iBeacon это такие вот штуки, которые крепятся Не знаю, видели когда-нибудь такие штуки вообще? Я вот в России, честно говоря, не видел Но я могу объяснить, для чего они нужны То есть это непосредственно физическое устройство, да Которое, допустим, самое такое логичное применение в бизнесе Это в гипермаркетах и в магазинах Когда человек, например, идя в торговом центре, да И попадая в зону действия, вот, например, вот этого устройства А у этого устройства есть по NFC, зона действия, например, какая-то Или по Bluetooth Ограниченный, да Когда человек попадает в эту зону, например, он проходит мимо этого датчика Да, у него на телефоне всплывает какое-то сообщение При этом человек сам ничего не делает То есть он, конечно, может выключить Bluetooth, да Заблокировать, но тем не менее Вот эти датчики позволяют коммуницировать, условно говоря С пользователями И вот мне казалось, что вот об этой технологии тоже нужно рассказать Потому что она такая интересная И с помощью нее также можно собирать определенные данные Как то, там, посещение людей, например, в каких-то местах Например, в том числе и на конференциях, да Вот это устройство, мне кажется, тоже оно здесь подходит Но, наверное, не совсем, не до конца iBeacon Сейчас я напишу, как это пишется Это пишется вот так Ну, как я понимаю, что от слова Beacon Ну, может, я ошибаюсь И вот если обобщать вообще То есть все устройства, которые собирают информацию из реального мира, да Они, по сути, объединены в какие-то маленькие кластеры Которые сами по себе все объединены в единую сеть, да И вот если взять какую-то классификацию То можно, например, посмотреть с этой точки зрения Например, что есть индивидуальные сети объединенных устройств, да И которые, вот, объединены, в общем, вот общей такой сетью И я сейчас объясню, что это значит То есть, например, если разграничить всю нашу жизнь, деятельность людей Вот, например, по таким принципам, как это представлено здесь Ну, это как бы одна из теорий, да Что есть то, что касается бизнеса, то есть работы Все, что касается образования, дома Просто окружающей среды или планеты Какие-то другие штуки, энергии, транспортные системы И вот эти все вещи, они объединены, естественно Да, бекон-маяк, да Петр сказал, отлично Вот, и вот эти все системы, они объединены И суть в чем? В том, что обязательно Сбор данных, который, собственно, произошел Эти данные обязательно нужно анализировать, да Их же не просто нужно складировать, а анализировать И делать какие-то выводы, использовать их Соответственно, вот эти все системы внутренние Они объединяются в какую-то одну большую систему, да С помощью определенных технологий И происходит анализ этих данных управления А также безопасность Вопрос безопасности, опять же, стоит очень сильный И вот как раз с точки зрения безопасности У многих людей возникает вопрос А что будет, если, например, взломают мой умный дом? А что будет, если взломают мой, там, не знаю, смартфон Который позволяет управлять моим автомобилем Покупкой всего прочего и так далее То есть, вот, вот это также важно нужно понимать И вот здесь есть огромные риски, на самом деле И к чему, по сути, это может все привести, да Если мы говорим, например, о том, что, там, наш браслет Собирает определенное какое-то ограниченное количество данных О нас, то смысл в этом глобальный какой, да Вот, на самом деле, сложно сказать Но если мы говорим о том, что мы объединяем Какие-то важные сборы данных И что из этого может получиться То один из хороших примеров на данный момент Это умная городско-транспортная система Сейчас, насколько я понимаю, пока еще нет Полностью, стопроцентной такой системы в мире Но есть какие-то зачатки в разных городах мира Которые используют определенные его части То есть, если мы говорим о транспортной системе города То здесь, конечно же, включается очень много факторов В том числе разные типы транспорта Транспортная артерия Нагрузка на дороги, на мосты и так далее То есть, как это может работать И в двух словах, наверное, в принципе, это и так понятно Но я объясню То есть, например, умный город и умная транспортная система Которая определяет Использует различного типа датчики Она будет очень гибкой И она будет очень сильно зависеть от того Насколько человек, живущий в городе, пользуется этой системой То есть, например Ну, допустим, возьмем автобус Что, зная, например, определенное количество людей на разных остановках Автобус может формировать как бы свой маршрут таким образом И, ну, там, в процессе времени, я имею в виду, да Чтобы собрать нужное количество людей, например Либо расписание также может быть варьироваться То есть, все вот это приводит к удобству, во-первых, пользования Во-вторых, к разгрузке определенных артерий То есть, например, если вы автолюбитель То есть, у вас есть автомобиль То для вас будут строиться маршруты не как сейчас Только по тому кратчайшему маршруту, да Как, например, обычно строит, ну, там, обычный Google или еще что-то То, в том числе, тут может зависеть, помимо времени, еще и расход топлива, например Перепад высот движения, да, автомобиля То есть, все, что влияет, например, на выброс CO2 и так далее То есть, какие есть скоростные дороги, какие еще что-то платные То есть, вот с этой точки зрения можно очень хорошо оптимизировать вот город И таким же образом, вот буквально недавно у нас был Хакатон в Ульяновске И победителем в итоге стал проект Который, по сути, начал создавать такие маленькие устройства Которые будут позволять оценивать поток машин на мостах И в Ульяновске есть два моста И вот часто, ну, человек, который едет на автомобиле Он не знает, по какому мосту ему двигаться Потому что, есть ли там пробка, нет ли там пробки и так далее Вот такие устройства, даже установленные на этих мостах Они позволят узнать, даже с помощью простого сайта, да Насколько загружен тот или иной мост И стоит ли по нему ехать или нет Это естественно, что это зачатки вообще Это просто только начало, но тем не менее Это радостно, что такие проекты появляются И такие проекты появляются не просто с помощью, там, подачи Каких-то государственных органов Либо транспортных компаний или организаций А с помощью просто жителей города И это становится... Это действительно радостно, на самом деле Потому что, по сути, это все уже реально И есть технологии, которые могут использоваться достаточно просто И не нужно быть там очень сильным, там, специалистом, условно говоря И вот резюмеры просто хочу сказать о том Что вот именно построение такой умной, там Полной системы, да, которая собирает данные разного типа Которая анализирует эти данные, да Которая управляет, то есть делает выводы на основе этих данных И управляет системой автоматически, практически автоматически, да То есть вот эта система, она будет работать совсем не так, как мы и привыкли это делать Опять же, риски есть большие, да, что будет, если это что-то сломается, что будет, если будет в безопасности какие-то проблемы То есть, конечно, с этим все сталкивается, но будущее, мне кажется, за этим И вот здесь можно приводить, на самом деле, очень много примеров, как это может работать И несколько примеров о том, какие существуют датчики и сенсоры На самом деле, конечно же, вариантов очень много, но я приведу самые такие оригинальные и красивые Вот, например, есть организации, окей, возьмем это, назовем это компания Лапка Как я понимаю, что это выходцы из бывшего, скорее всего, СНГ или России А делают они это в Штатах И это носимые датчики, которые исследуют качество в том числе воздуха и не только воздуха Вот, как вы видите, можно это в виде кулончика носить И, на самом деле, эта штука исследует, например, окружающих воздух Также у них есть вот такие сенсоры, которые позволяют исследовать, например, там, чистоту воды Там, что-то связанное с едой и так далее То есть это устройство, которое имеет вход даже к вашему мобильному устройству И можете исследовать, насколько, например, чистая вода Это сделано настолько оригинально и просто и красиво, что это может стать хорошим аксессуаром Но в том числе это собирает интересные данные, которые потом можно использовать Как только вами, да, лично, так и другими людьми О других людях мы сейчас поговорим чуть попозже Когда будем говорить о больших данных Также есть вот такое, в прямом смысле слова, яйцо Это такое устройство, которое также позволяет исследовать уровень загрязнения в воздухе Который вот как можно повесить где-нибудь у себя дома Либо поставить у себя дома, либо на даче И это выглядит вот в разрезе так Это просто плата определенная, да, которая имеет датчики и сенсоры для определения именно качества воздуха Это все достаточно очень просто И вам не нужно об этом ничего думать Вы просто включаете, и это работает И по определенному протоколу это просто Нет, это, сейчас я расскажу дальше Там будет слайд, это, ну, как это называется, эг Вот, это достаточно просто работает То есть не требует практически ничего И таких на самом деле сенсоров устройств просто очень много Огромное количество И уже, что интересно, появляется огромное количество таких сенсоров Которые работают с вашим мобильным устройством Потому что, как мы понимаем, да, что мы постоянно сейчас находимся с нашими смартфонами И, конечно же, не очень удобно, например, пользоваться какими-то другими устройствами для анализа данных Но если это подключается как браслет, например, да, там, к мобильному устройству Это работает в разы быстрее И пользователям будет намного интереснее этим пользоваться И я тут привел слайд, это можно нажать, потом почитать Вот как раз обзор на нашем сайте про персональные сенсоры И вот эта система, на самом деле, она образует следующее Что с помощью таких сенсоров, большого количества сенсоров и большого количества людей, использующих эти сенсоры Можно собирать большие данные и использовать их в проектах И, как я сказал, вот, это яйцо называется Air Quality Egg В прямом смысле, и вы можете это загуглить и посмотреть Вы можете купить это, поставить у себя дома Так вот, что же такое большие данные и в контексте вот интернета вещей и тех устройств, которые, например, используете То есть, вот, например, прям самый простой пример Их самые логичные и красивые примеры Это как раз вот это яйцо Это такое небольшое устройство, которое мы сейчас видели Помимо всего прочего, что вы можете его купить Установить у себя дома, поставить где угодно Вы можете исследовать, как вы видите Несколько там параметров Но, мало того, вы можете зайти еще на сайт, зарегистрировать свое яйцо И оно появится на карте мира Таким образом, любой человек, ткнув, например, на карту и на ваше устройство Он может посмотреть те данные, которые, собственно, передает это устройство в данный момент времени Ну, либо в последний момент Таким образом, создается карта данных Огромная карта, которую можно использовать в своих целях и в своих проектах В том числе, например, если разобраться как пример Может быть, не совсем логичный, но он действительно потом станет логичным То, допустим, представьте себе, что вы риэлтор и вы продаете квартиры В Москве, допустим, даже И вот в Москве есть достаточно, ну, не очень много, но все-таки много таких датчиков И для вас, например, районы с более качественным воздухом Естественно, более предпочтительны для покупателей Таким образом, вы можете поднимать цены на квартиры в этих районах Я уверен, что такими данными пользуются риэлторы В том числе, да, ну, потому что действительно для покупателей в данный момент времени Это является таким очень важным фактором при покупке жилья Потому что мы живем все-таки в мегаполисе И качество воздуха очень сильно влияет на наше здоровье Таким образом, сбор таких данных и анализ данных Дает возможность другим проектам и другим людям использовать эти данные, да, в своих целях И также можно, не знаю, там, например, смотреть и делать выводы О том, насколько озеленен тот или иной район Москвы, например То есть вот выводов можно сделать очень много Ну, то есть с этими данными можно играться, да То есть получается, что, по сути, если вы интересуетесь какими-то такими штуками Вы можете создавать свои проекты, основанные на таких открытых данных То есть, ну, данные, они действительно открытые И вопрос только в том, как это все скачивается или не скачивается, да Но это действительно интересно Вот, то есть, с одной стороны, эти устройства позволяют собирать огромное количество данных Огромное просто количество Еще один пример Это другой сайт, называется ThingFool И что он представляет собой? Это просто организация, которая взяла и постаралась нанести практически все Все датчики, которые существуют в мире Ну, конечно, не все Которые существуют в мире, да И они предоставляют, опять же, доступ к тем данным, которые они измеряют То есть, качество воздуха, температура и так далее И вот если вы потом зайдете на сайт, просто кликнув по этой картинке Вы можете также кликнуть на любую точку и посмотреть Как ни странно, очень много данных передают самолеты Потому что, на самом деле, есть сервисы, которые предоставляют открытую информацию о том, где там самолет летит И это очень интересно посмотреть, на самом деле, там, например, с какой он скоростью, какая температура и так далее, там, на определенной высоте И таких данных, там, очень много, да И, опять же, здесь входят какие-то местные, там, ну, я не знаю, конечно, не самостоятельные Но, то есть, условно говоря, человек может зарегистрироваться здесь, да И зарегистрировать свое устройство Даже, допустим, если это какое-то устройство, там, измеряющее просто температуру Или что-то еще И, опять же, таких вот сервисов становится все больше, больше и больше Вопрос только, да, следующий шаг, что с этим делать И как это использовать, но, опять же, как я уже сказал, это может быть отличным началом для какого-то проекта, который будет использовать эти данные Но вопрос безопасности также должен стоять очень сильно Вы должны понимать, что предоставляя информацию об источнике, это ваше местоположение и так далее То есть, ну, обязательно просто нужно параллельно об этом всегда думать И последняя, по сути, часть Такая самая интересная, она самая простая Что же сейчас и что нас ждет в будущем Если у вас какие-то вопросы есть параллельно, вы можете задать Или, там, просто, мне кажется, такая тишина, как будто я разговариваю сам с собой Ну, тишина, я имею в виду, условно В интернете существует очень много роликов Вообще концепция будущего, как это будет, да, через несколько лет И просто я, там, посмотрел один ролик, и мне понравился Я несколько принскринов делал из него Вы можете просто потом, опять же, нажать и посмотреть Концепция будущего в формате, вот, интернет-вещей Она настолько действительно захватывающая Что, вот, кажется, что быстрее бы это случилось Вот быстрее бы, быстрее бы, потому что, ну, концепций действительно очень много От того, как это должно быть С другой стороны, как вопрос ожидания, да, то есть Мы ожидаем одно всегда, да, а получается не совсем то, что есть Нет, Атмо и их могу в России Да, Василий, спасибо Так вот Если говорить о будущем, то оно видится в этой концепции Как более комфортное и более эффективное существование людей И устройств, то есть устройства, которые помогают в жизни человека Как только они могут Потому что эти устройства созданы, собственно, для того, чтобы помочь нам И как вы видите на этом принскрине, например Условно говоря, там рассказывается история семьи Допустим, вот, когда папа приходит на работу То компьютер сам знает, когда ему нужно включиться Когда, например, там, сбукировать конференц-рум, да Если у него есть какие-то переговоры и так далее То есть, вот, все это делать автоматически То есть, например, у вас есть календарь И вам не нужно физически тратить время на то, чтобы, например, там Заносить информацию о том, что вы хотите, там, там, ну, зарезервировать переговорку Или включить компьютер То есть, вот, рутинные какие-то такие действия, которые мы совершаем постоянно В принципе, они уйдут на второй план И они вообще исчезнут в ближайшем будущем, это 100% То есть, как минимум, сейчас уже существует вопрос, там, включения-выключения компьютера Вам не надо об этом думать Вы можете просто это настроить в операционной системе И он сам будет включаться Вопрос только, зачем вам, ну, то есть, нужно ли это на самом деле Вот в чем вопрос Но концепция, она действительно предусматривает вот такие вот простые изменения Которые заметны будут только тем людям, скорее всего Которые будут рождены именно при вот этих технологиях Потому что, например, если взять просто молодых людей, которые сейчас, там, допустим Кто родился после, там, 93-95-го годов, да Они не представляют свой мир вообще без компьютеров, да Для них это все настолько естественно, что они даже не знали, что, ну, есть что-то другое, да То есть, например, дети, которые, там, родились в 2000-х годах в начале Для них понятие социальной сети – это что-то такое простое Это как песочница во дворе, когда, там, ну, это было всегда, да Поэтому вопрос, ну, только зачем это нужно, может быть, возник, мне кажется, вот у людей Ну, там, не знаю, у тех людей, при ком появляются вот эти технологии, да В будущем это станет настолько удобным, что просто человек не будет замечать этого Ну, условно, как сейчас появилось, там, по сути, я про себя говорю, да Как появилось Google Maps или, например, Яндекс.Карты И даже не ставит вопрос, с одной стороны, спросить у кого-то, как куда-то пройти Может быть, в этом есть какой-то минус, да Там, нет какого-то живого общения и так далее, но вот отпадает вот потребность, да Либо какое-то напряжение в поиске какого-то места, потому что ты точно знаешь, что ты его найдешь Нет никакого проблем вообще Также, например, использование такси, да То есть, там, нам не надо сейчас никуда звонить, заказать такси У нас есть приложение в смартфоне, которое мы нажимаем кнопочку и все Ну, то есть, опять же, это главный принцип удобства И следующий слайд, вот он еще показывает интересный кадр, что умный дом, он включает в себя не просто Оптимизация и удобство, вот, для людей, но в том числе для ресурсов То есть, когда, например, мы заходим в комнату, а потом выходим из комнаты, свет автоматически включается и выключается Экономив энергии, например, потому что часто бывает так, что человек выходит из комнаты или из ванны Он забывает, выключает свет, и свет горит В том числе это касается воды и всего остального, да То есть, на кратком промежутке времени кажется, что это никак не работает Это не, ну, по сути, по сути, это никак не влияет, но на долгой перспективе это превращается в очень-таки большие затратные, ну, затраты ресурсов И встает вопрос сейчас вот о чем Что, с одной стороны, с появлением таких устройств, интернет-вещей Детям, по сути, даже не нужно объяснять, что нужно выключать свет или что-то делать Они просто об этом не думают, они даже не знают, что это существует, да То есть, это как, там, не знаю, человек спрашивает о том, зачем водить машину на ручной коробке передач, если есть автоматическая, да То есть, он уже не поймет никогда об этом И вот в этом, мне кажется, минус состоит в следующем Что если ребенок, вот, например, живет в таком доме, а потом он попадает куда-то, ну, я не знаю, в другую какую-то ситуацию То, возможно, он просто не сможет оценить те действия, которые ему необходимо сделать, да То есть, вот, такая, как бы, бессознательная, что ли, комфорт Такой бессознательный комфорт, да, он вот лишает человека понимания совершения действий Так, я пока вопрос почитаю, скажите, а вы используете все это в своем доме? Нет, я не использую Я все еще по старинке включаю-выключаю и забываю выключать свет, честно говоря Да, безусловно, конечно, умный дом сейчас это достаточно большие затраты Но это, естественно, уже не те большие затраты, что были 10 лет назад Все упрощается, все становится дешевле И, по сути, с каждым годом все доступнее и доступнее, да То есть, технологии, они идут в наш век и так или иначе, ну, до каждого они дойдут Возможно, поздно, да, или позже, но тем не менее, они дойдут И вот просто мысль, которую я пытался донести, да Что вот интернет вещей, с одной стороны, он делает благо, но, с другой стороны, он лишает человека осознанного действия, да Который он должен совершить для какого-то вот важного Ну, то есть, там, например, для того, чтобы сократить какие-то расходы Сократить расход ресурсов И вот на нашем сайте мы как-то давно делали обзор такого сервиса Который с помощью игры помогает детям научиться экономить, например, ресурсы в доме, да То есть, выключать воду, когда чистишь зубы Либо выключать свет, когда ты уходишь Либо что-то еще там Включать из розетки телевизор, именно из розетки И вот такие вещи, они, по сути, становятся бессмысленными вот с появлением вот этого, да И вопрос, хорошо ли это или плохо, мне кажется, каждый может ответить для себя сам Но вот такое бывает Или, например, вот статистика Если, например, люди играют в мяч, в футбол, например, у себя во дворе Но мяч оснащен, например, датчиками, то очень легко исследовать, там, например, длительность игры Либо там процент голов, как вы видите, да, там и так далее Или среднюю скорость движения мяча То есть, вот это все в том числе пересекается еще с мотивацией, да Потому что, когда мы получаем какую-то обратную связь очень быстро В том числе обратная связь может быть что? Это может быть какие-то данные полученные, да Это мотивирует нас продолжать этим заниматься Так, я пока отвлекусь на Юлию, которая пишет, что, что касается датчиков движения И присутствия, они окупаются в первый же месяц Например, взгляните в подъезд, свет в нем горит весь день И платите за его вы, жителей подъезда При наличии датчика расход сокращается на 90% Соответственно, вы платите на 90% меньше Ну, я, наверное, могу согласиться, там, отчасти, да, с этим, безусловно, конечно И проблема, наверное, в том, что вот мало кто понимает, там, действенную долгую перспективу, да Потому что все думают, что, ну, как бы, действительно понимают, что им нужно заплатить за датчики сейчас А что они получат взамен, мало кто это осознает И это очень сложно объяснить людям Там, ну, мне кажется, в России особенно Ну, это хороший пример, кстати, да Вопрос только, может быть, это, конечно, не, там, прямая такая зависимость, там, что на 90%, но тем не менее Да, и продолжая вот тему вот футбола, как здесь слайд Я хотел сказать, что вот именно мотивации, да, и вот там, условно, и графикация, и геймификация Все, что я люблю об этом говорить очень много Но это действительно в том числе позволяет людям, как бы, мотивировать людей что-то делать, да То есть, например, почему сейчас вот так повально все носят эти браслеты, да, фитнес-браслеты, там Не потому, что все такие крутые занимаются спортом, они такие все атлеты Конечно, нет, не поэтому Во-первых, потому что это просто стимулирует тебя делать что-то Потому что ты видишь результат сразу То есть, например, ты что-то там сделал, прошел 100 шагов Если бы у тебя не было этого датчика, ты бы не знал, что ты прошел 100 шагов Но когда ты видишь на экране своего приложения, что ты прошел эти 100 шагов, тебе кажется, что вот это круто То есть, это нужно продолжать И это вот как, не знаю, пища для размышлений вашей мотивации Вот, обязательно думайте о том, как сделать так, если вы делаете какие-то проекты, да Как показать пользователям результат того, что они делают Вот, и как мы видим, что с помощью интернет-вещей вот такие штуки, они будут везде И мы можем везде смотреть результат наших действий То есть, такой фидбэк, такой прямой фидбэк постоянный То есть, во всем Так, в Европе это давно Датчики свет включаются только тогда, когда идет кто-то, да Ну, этот, да-да, кстати Ну, вот, честно, мне было, помню, непривычно первое время, когда ты входишь в дом, именно в подъезд, не в России, да Где-то в Европе, например, и темно И думаешь, в чем проблема, то есть, что нужно сделать, чтобы свет включился, да То есть, надо там пройти несколько шагов, там, или еще что-то Но это очень странно, то есть, кажется, что что-то не работает или что-то не так Но это уже ментальное восприятие, наверное, в действительности Так, Василий пишет Чем же будет человек заниматься? Да, рутина автоматизирована Все беспилотное Все удобно и до нельзя Вопрос действительно интересный А чем заниматься мы будем? Ну, кстати, если у кого-то есть мнение, можете ответить Да И уже сейчас повседневным внедрением интернета и смартфонов люди не хотят учиться Потому что в любой момент все можно узнать в Гугле Ну, опять же, просто меняется восприятие и понимание того, что такое вообще обучение, знание и образование Потому что, если знание раньше – это была книга Просто набор знаний, да То сейчас знание – это совершенно не то, что было раньше Знание сейчас – это возможность использовать информацию, да И делать, получать какой-то результат Потому что просто найти информацию сейчас действительно очень просто Даже не надо запоминать Просто есть Гугл, Яндекс Можно просто найти все это спокойно И действительно достаточно полтора часа, например, чтобы погуглить все, что угодно Юлия пишет Понятно, что нужно учесть тип лампы По поводу, да, да, да Количество их и так далее Нет, люди хотят учиться Вот, правильно, люди хотят учиться Я всегда учусь онлайн В общем, меняется просто концепция жизни, наверное, скорее всего Поэтому Ну, это немножко уже тема отошла от вопроса интернет вещей Так И в глобальном смысле вот что, к чему это все ведет, да К тому, что сейчас уже в интернете Ну, условно, давайте назовем это интернетом, да То есть в сети примерно 9 миллиардов устройств в мире И по разным прогнозам Я вот видел два прогноза, но я написал более такой минимальный Значит, прогноз в следующем, что К 2020 году будет уже более 30 миллиардов А есть еще один прогноз, по которому к 2025 году будут триллионы устройств То есть представьте себе, что вас окружает действительно, как Василий написал Все, что вообще упрощено до нельзя То есть вас окружает умный дом настолько, что он заказывает вам сам еду Там, не знаю, выносит мусор Вы вообще ничего не делаете Вопрос только действительно, в чем тогда заключается жизнь человека, что он будет делать Но вопрос очень прост, он будет принимать решение Да И как вы видите, тенденция роста, она просто огромная Она просто даже, не знаю, это какая прогрессия, геометрическая или нет Но с годами это просто количество растет просто до, не знаю, невероятного какого-то Так, вот это и подтверждает это Интернет real time Так, Надя пишет о чем-то, о том, о чем я пока не понимаю Наверное, об онлайн-образовании Да, аналитическая способность у поколения юзеров минимальная Это британские исследования Вы знаете, что британские ученые, это все-таки, ну, как бы, это такой миф, наверное, больше Но британские исследования возможны, действительно, да Вот, кстати, да, вы затронули такую интересную тему, что Марина написала, что аналитические способности То есть, по сути, действительно, когда, вот еще один минус Минус, по сути, по сравнению с безопасностью, да, что мы можем очень сильно пострадать, когда это все вообще нафиг отрубится Мы можем потерять вообще все, да И следующее – это аналитические способности Когда, владея всем настолько, что не надо думать, мы не сможем принимать решения И вот самый простой пример, который реализован уже сейчас Я просто, вот, буквально вчера на Фейсбуке читал историю Очень смешная история Значит, в одном магазине на кассе Кассирше нужно было сдать сдачу Но он почему-то там, этот, касса закрылась И ей не показало, сколько надо дать сдачу И она в уме не смогла посчитать разницу, там, что-то в пределах 500 рублей И это говорит о том, что человек уже устное плохо считает С одной стороны, возможно, он просто плохо считает С другой стороны, он просто не, как бы, ну, не доверяет своим знаниям, да Но это настолько такой вот живой пример, который говорит о том, что аналитические способности падают уже просто до нельзы, да Это действительно очень плохо И вот это вот минус интернет вещей, я тоже так считаю Потому что, когда все за вас все делается Но если что-то произойдет, вы просто не сможете ничего сделать И вот в этом проблема И также это вообще касается цифрового мира Когда мы накапливаем знания и, ну, скорее не знания, а контент и информацию, да И когда в один прекрасный день это все навернется, то вы останетесь ни с чем Я, к сожалению, сейчас не смогу найти, но есть такой интересный ролик А видео там буквально несколько минут, которые показывают о том, что произошло бы, если бы все отрубилось Условно говоря, там речь идет о том, что пара фотографируется на фоне Эфелевой башни И происходит какой-то катаклизм, и у них пропадает вся информация Но в этот момент повезло тем, что девушка делала фотографию на полароид И у нее осталась одна физическая фотография, и все остальное пропало И вот, конечно, это такая утопия, но это может быть Так, Петр пишет Такого, конечно, возможно Да В общем, с этим понятно, да, что рост большой У меня буквально еще осталось пару слайдов И этот слайд говорит вот о чем интересно Про статистики я нашел, правда, на 2012 год, но тем не менее она актуальна и сейчас Она вот говорит о чем Что развитие интернета вещей работает и в ближайшие годы развивается следующим образом В разных странах Например, вот мы видим Европа, Северная Америка, Латинская Америка, это Южная Америка и Азия И цветом обозначены то, через сколько лет примерно будет введены вот интернет вещей Вот эти технологии и так далее И как мы видим, допустим, там ближайшие 12 месяцев, то есть в один год Это вот там красный цвет, да То есть, как мы видим, в Азии 50% планируется вводить То есть Азия лидирует очень сильно Хотя она практически на том же уровне сейчас находится, как и Европа Потому что там 21%, 16% Ну, в принципе, по Азии понятно, потому что это Китай занимает, конечно, лидирующие Да, тут нельзя даже Честно, уже, наверное, пора учить китайский Вот, ну, на самом деле, статистика реально очень интересная То есть, я вот не знаю, мы куда относимся здесь Вот к Азии или к Европе в этой статистике или вообще нас тут нет, но Последний цвет, я вот что-то плохо вижу Это ближайшие 2-5 лет И как мы видим, по сути, получается следующее Что в мире идет рост и планируется рост, да, как минимум в год или в первые 2 года И вот закладывается рост именно такой Но если это было на июне 2012 года, то сейчас было бы, конечно, интересно посмотреть ту же статистику Говоря еще о том, что, наверное, все-таки тенденция осталась Может быть, немножко процент изменился В общем, вот так мы живем Так, сейчас я прочитаю, что написал Петр Да, спасибо, Петр, за ссылку Вот, и, ну, собственно, это все, что я хотел рассказать И выбор, конечно, за вами Я специально говорил какие-то простые вещи Но я думаю, что вам кейсы были интересны И действительно, выбор только за вами, да Стать этой частью, либо отключить все устройства И ничем не пользоваться Ну, просто вы должны иметь в виду, что, собирая информацию о себе Вы тем самым можете помочь людям И тут, конечно, встает вопрос приватности Встает вопрос безопасности Но ваши данные могут использоваться во благо И это очень важно Еще приведу пример, последний, наверное, чтобы было понятно Что, например, вот мы писали В прошлом месяце у нас тема месяца была как раз чрезвычайной ситуацией И мы разговаривали о землетрясении в том числе В Непале И параллельно была интересная статья вот о чем Что сейчас смартфоны, даже уже сейчас Большинство смартфонов, в принципе, возможно, имеют технологии И датчики, которые смогут предупредить о землетрясении За несколько минут или секунд Что, по сути, это может спасти жизнь человеку То есть вот эти данные, они работают следующим образом Что, ну, во-первых, это передается по Bluetooth или Wi-Fi Естественно, что интернет, скорее всего, нет В тех местах, где произошла какая-то чрезвычайная ситуация Но, например, зная ситуацию вашу, да Люди вокруг вас, они смогут понимать Находятся ли они в зоне бедствия или нет И вот таким образом нужно просто задуматься Что, возможно, ваша информация сможет стать жизненно необходимой Для тех людей, которые находятся вокруг вас Поэтому время, конечно, проходит Технологии становятся более понятными И вот все-таки, конечно, выбор за вами Вот так Поэтому это, наверное, все, что я хотел сказать И я надеюсь, что вы сделаете свой выбор В том числе и сделаем его мы И надеюсь, что интернет вещей, он будет для вас только положительным Если есть какие-то вопросы еще А я сейчас прочитаю Можете задать Я пока тогда на презентацию ссылочку сделаю Так, а вы пока...